Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, сегодня у нас вторник, 15 ноября, киевское время, 11 часов. Мой сегодняшний собеседник, украинский военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины, Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, в фокусе нашего внимания, конечно же, ситуация на фронтах, интересует, что происходит на херсонском направлении, левый берег Днепра, Олежки, Новая Каховка. Очень много разной, даже я бы сказал, противоречивой информации, но хотелось бы получить от вас внятное понимание ситуации, которая складывается на этот час. Пожалуйста, вам слово. Ну, давайте так, херсонского направления уже нету, южнобукского тоже нету, есть, как говорит наш генеральный штаб, есть таврийское направление. Это как раз вот Таврия, левый берег Днепра, часть Херсонской области и дальше Запорожская, Донецкая. Так вот, на сегодняшний день, ну, опять же, информация неофициальная, она не подтверждена ни одним официальным источником в Украине, но тем не менее, по имеющейся из социальных, с допустим, сетей и разных источникам информации, мы знаем точно, что на Кинзбургской косе идут бои. И, скорее всего, скорее всего, наши войска высадили десант. Почему? Потому что коса очень важна в плане безопасности побережья Черноморского. Это Очаков, это сам Николаев. Кстати, там на косе располагалось подразделение, которое запускало эти шахеды вместе с операторами этих иранских дронов, предположительно, самими иранцами, которые обучали российских операторов. Ну, а что касается Голой пристани и Олежки, там идут перестрелки, но, как бы сказать на сегодняшний день, какова ситуация в этих населенных пунктах, очень тяжело. Российские средства массовой информации утверждают, что там все локализовано и никакой угрозы не существует. Но, с нашей стороны, официальной информации нет, но, по сообщениям местных жителей, перестрелки до сих пор продолжаются. Олег Иванович, можем говорить о том, что Днепр, он форсируется, и ситуация на левом берегу Днепра, она развивается достаточно динамично, и мы видели в социальных сетях также фотографии с участием украинских воинов возле надписей, указателей «Новая Каховка», я видел, и, по-моему, также видел и относительно Олешек. Но мы понимаем, что Генштаб отрапортует и заявит официально об освобождении той или иной территории, того или иного пункта, уже после завершения всей операции. Ну, да, вполне возможно, что в каких-то местах действительно идет переправка личного состава сил специальных операций. Скорее всего, это предположение на левый берег Днепра, и, да, они могут проводить именно специальные операции на левом берегу. Что касается... Причем при этом мы можем поддерживать и их огнем, нашей артиллерии с правого берега реки Днепр. Такую ситуацию, да, вполне можно допустить. Ранним утром, 15 ноября, оперативное командование ЮГС сообщило, и это официальная информация, что российские захватчики пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они завершают перегруппировку войск, продолжают оборудовать оборонительные рубежи. Также захватчики ведут активный ракетно-артиллерийский огонь по украинским позициям и мирным населенным пунктам, атакуют дронами Камикадзе и ведут плотную воздушную разведку. В течение боевого дня на разных направлениях зафиксировано до 40 дронов различной модификации. Если же говорить о тех силах, которые представлены на левом берегу Днепра, то есть речь идет о той группировке, которая справа у берега убежала на левый, или все же она усиливается какими-то там подразделениями? Нет, я думаю, что это именно речь идет о тех войсках, которые покинули правый берег и были выведены, ну можно, да, можно под нажимом вооруженных сил Украины сбежали с правого берега на левый. Они же, кстати, там заблаговременно начали обустраивать в инженерном отношении левый берег и делать фактически из него укрепрайон. И там у них довольно, я так понимаю, что это довольно серьезные оборонительные сооружения. Они долго их строили, больше месяца. И даже отселяли гражданское население в полосе до 15 километров вдоль Днепра для того, чтобы обеспечить себе секретность в плане утечки информации, чтобы местные не могли сообщать, где находятся российские войска, где какие укрепления они построили, где какие части или подразделения российских войск на левом берегу занимают оборону. Так что, а то, что на нас там сыпется град и артиллерии, и беспилотников, и разведка воздушная ведется, то в принципе ситуация на линии фронта не меняется. Просто линия фронта переместилась ближе к государственным границам Украины. Какие существуют, на ваш взгляд, наиболее вероятные сценарии развития ситуации в ближайшее время как раз на левом берегу Днепра, и чего следует ожидать от противника? Каких действий? Ну, скажу так, что сценариев может быть несколько. В любом случае, я предполагаю, что до конца этого года Генеральный штаб вооруженных сил Украины может предпринять и провести как минимум одну, а то, может быть, и две контрнаступальных операции в связи с тем, что у нас высвободилось довольно большое количество войск с правого берега. Сегодня, допустим, рассматривать угрозу того, что Россия попытается форсировать Днепр и опять вернуться на правый берег, ну, я думаю, не стоит. Эта вероятность практически равна нулю. Тем более, что правый берег Днепра, он намного выше, чем левый. Вот. И плюс температура воды уже близится к нулю в реке, и форсирование его под огнем нашей артиллерии будет просто становится невозможным. Вот. Но проведение как бы контрнаступательных операций, вот у нас три таких, я бы выделил, основных направления. Это Луганская область, это Донецкая и Запорожская область. Вот. В принципе, все будет зависеть от того, какова диспозиция на сегодняшний день российских войск. И от этого будет зависеть, где Генеральный штаб вооруженных сил Украины предпримет попытку контрнаступательной операции для дальнейшего продвижения или для дальнейшей зачистки территории от российских оккупантов. Когда мы говорим о перспективах деоккупации Мариуполя и Мелитополя, вот в связи с тем заявлением, которое было несколько дней тому назад сделано Беном Ходжесом, что к январю 23-го года вооруженные силы могут деоккупировать Мариуполь и Мелитополь, а уже к лету следующего года состоится уже решающее сражение, будет определяющая фаза этой войны, освобождение Крыма. А насколько, на ваш взгляд, вероятно именно такое развитие событий? Потому что, по сути, вот с Херсоном Бен Ходжес не прогадал, его прогноз оправдался. Ну, Бен Ходжес не последний человек, даже будучи в отставке, тем не менее у него остались друзья, связи, которые... Так вот, в Соединенных Штатах это практикуется, через бывших коллег подавать информацию. Так что я думаю, что Бен Ходжес берет не с потолка ее, скорее всего, от довольно достоверных источников в Пентагоне и в американском разведсообществе. Поэтому я думаю, что у него есть все основания делать такие заявления, и, в принципе, с ними нельзя не согласиться, учитывая ту ситуацию, которая сегодня складывается на театре военных действий в Украине. Есть понимание того, что российские войска выдыхаются, им катастрофически не хватает техники, им уже начинает не хватать боеприпасов. Мы очень сильно потрепали воздушно-космические силы Российской Федерации. Вот я вчера там занимался подсчетами, так у них получается, что авиационный парк из тех машин, самолетов, которые могли выполнять боевые задачи на момент начала массированного вторжения, их было 330. Сегодня из этих 330 боевых машин, это имеется в виду самолеты разных типов, мы выбили 280. 280, то есть там осталась шестая часть, 15% от того, что может выполнять боевые задачи. Дальше надо снимать с хранения старые самолеты, пропускать их через завод, потому что вряд ли они сегодня после расконсервации готовы взлететь и выполнить боевую задачу. По вертолетному парку там та же самая картина, больше половины вертолетов вообще из боевого состава вооруженных сил России выбито уже, уже лежит на украинской земле, и мы его собираем и сдаем в металлолом. Так что в этом плане идет полная деградация. Почему Россия и настаивает на прекращении огня? Они прекрасно понимают, что у них оборона может обрушиться в любой момент. Мобилизованные, как выяснилось, они только частично решают задачу. Да, они восполняют потери, да, они ведут огонь, но вот Херсон стал таким ярким примером того, что арьергард, оставленный в основном из мобилизованных, фактически они не захотели выполнять даже те задачи, которые им поставило российское командование. То есть задача арьергарда втянуть противника в позиционные бои и отходить с боями, не давая противнику развивать наступательный успех, развивать скорость наступления. Посмотрите, что произошло. Произошло ровно и обратно. Они собрались и быстро побежали. Не то, что отходить, а быстро побежали. И мы практически на максимальной скорости продвигались вперед, подавляя отдельные очаги сопротивления и вышли на дне практически по всей его длине. Такой оперативной паузы в зимний период не будет. Ни в коем случае ее нельзя. Да, во-первых, у нас есть возможность не останавливаться. Почему? Потому что да, медленно, да, мало, но вооружение идет. У нас сегодня работает прекрасно, работает конвейер по подготовке наших военнослужащих. То есть мы постоянно отправляем и получаем, отправляем на учебу, получаем с учебы подготовленных военных. То есть у нас идет наращивание боевых потенциалов. В Российской Федерации идет снижение боевых потенциалов. Поэтому Российская Федерация в лице своих официальных политических представителей уже на протяжении, ну скажем так, последних трех недель постоянно заявляет о необходимости переговора. Да, вот эта волна, что... Ну мне, кстати, было очень как бы непонятно вот эта заочная словесная перепалка между генералом Милли и генералом Бенов Ходжесом, когда Милли вдруг ни с того ни с сего, глава комитета начальников штабов Пентагона, вдруг ни с того ни с сего, начал высказывать ровно противоположные вещи тому, что он высказывал буквально еще неделю назад. Ну я думаю, это отголоски, скорее всего, это отголоски выборов в Соединенных Штатах. Видимо, где-то его попросили высказаться именно в этом контексте. Вот. И он вынужден был это сделать. Так что надеемся, что... Олег Владимирович, напомним, что сказал Марк Милли, если линия фронта зимой стабилизируется, то появится окно возможностей для начала переговорного процесса. Вчера вечером состоялся телефонный разговор нашего главкома Валерия Заужного с Марком Милли. Он сказал о том, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий, не примет никаких компромиссных решений и, процитирую тут Залужного, заверил, что мы будем бороться, пока хватит наших сил, наша цель освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. По сути, это, скажем, такой политический даже ответ Залужного, который он адресовал не только Марку Милли, но и тому же Салливану, Макрону, Шойцу, вообще всем крупным политическим и геополитическим игрокам. Да, практически это, будем так говорить, наш ответ Чемберлину. Так что Залужный сформулировал просто более конкретно и более понятно на военном языке те политические цели, которые, допустим, сформулировал президент Зеленский, когда выступал перед Ж-20 и озвучил там так называемые планы мира для решения нашего вооруженного, для решения вооруженного конфликта, который сегодня идет на территорию Украины. Как, кстати, вам лично предложенный план мира либо же формула мира, которую Владимир Зеленский озвучил на саммите Большой 20-ки, уже есть реакция Кремля. Они заявили о том, что, по сути, то, что сказал Зеленский, это еще раз подчеркнуло нежелание Киева вести переговоры с Москвой. Ну, видите, кто, кто, что, у кого что болит, тот про тот и говорит. Москва, Москве нужно перемирие. Поэтому они пытаются в этом, они не видят в этом послании, они не хотят, точнее, в этом послании видеть суть и свое желание, не проявляют свое желание, чтобы сесть за стол переговоров. Там четко сформулированы все условия. Ну, я полностью поддерживаю такой вариант, особенно начинающийся с пункта полного вывода российских войск в территории Украины в международных границах. Ну, кстати, вчера организации надо отдать должное, насколько мы критикуем ООН, как такую организацию аморфную на сегодняшний день. Надо отдать должное, вчера ООН проголосовала резолюцию по репарациям со стороны России для Украины. Это очень важный документ, надо это отметить. И почему? Потому что, смотрите, резолюция Генеральной Ассамблеи, она носит декларативный характер. Но большинством голосов ООН, а значит и мировое сообщество, признала факт, что Россия должна оплатить все убытки, нанесенные Украине в ходе этой войны. Не только сегодняшней, но и вчерашней, я имею в виду, которая из 2014 года начиналась. И теперь, чем важна эта резолюция? Дело в том, что эта резолюция становится прецедентом, есть такое понятие прецедентного права, становится прецедентом для всех тех стран, которые заморозили российские активы. Так вот, для того, чтобы эти активы конфисковать и передать Украине, есть основание. Резолюция ООН, которая считает, что Россия обязана оплатить все издержки и убытки, нанесенные Украине. Вот что значит эта резолюция. Ну, Россия и тут тоже становится в позицию, а Баба-Яга против. К сожалению, ну, такова ментальность России. Я так понимаю, что даже когда последний солдат Российской Федерации будет погибать на поле боя, Путин будет кричать вперед, мы правы, на нас все напали, и будет воевать до последнего российского гражданина. Будет ли Владимир Путин кричать вперед, если нога украинского солдата ступит, ну, где-то так, в Джанкуе, например? Нет, так они защищают, они воевать будут. Будут и в Джанкуе в том числе. Хотя, видите, я скажу так, что уже, на мой взгляд, никакого усугубления быть не может. В плане того, что Российская Федерация исчерпала все возможные козыри, которые у них были в плане эскалации конфликта. Вопрос применения, или даже угроз применения ядерного оружия на сегодняшний день, ну, я думаю, что практически сведен на нет. Нельзя полностью его сбросить, потому что оружие само существует в Российской Федерации, как бы ядерная дубина, поэтому исключать его нельзя. Но, тем не менее, позиция мировых лидеров, особенно вчерашняя встреча, точнее, позавчерашняя уже, на Бали там раньше немножко проходит день. Так вот, позавчерашняя встреча лидеров Соединенных Штатов и Китая, где они одним из главных пунктов совместного заявления, ну, может, там совместного не было, но, во всяком случае, заявление в унисон, можно так сказать, это то, что невозможно, не должно быть, не то, что применение, даже угроз применения ядерного оружия в этой войне быть не должно. Я думаю, что для Российской Федерации это более чем понятно, и это более такое, ну, доходчивое разъяснение. Плюс встреча глав разведок в Турции Нарышкина и Брэннона. Болос. Что? Или господина Бернса. Бернса, Бернса, извините, да. Бернса в этом самом... Великобритании, да. Они встретились, глава службы внешней разведки и глава ЦРУ встретились в Турции, в Анкаре, и переговоры были в том числе, как говорит СНН, сообщает, что в том числе и о угрозах применения ядерного оружия. То есть Российской Федерации еще раз объяснили, какие последствия будут для России, если будет угроза применения ядерного оружия. Начинаем с того, что угроза, а не сам факт его применения. Так что... А получается, что... Смотрите, а получается, что... А Крым-то... Ну, мы же атакуем уже давно, и мы признали факт того, что это мы атакуем Крым. Я имею в виду тот же... тот же ракетный удар по аэродрому в Саках. Вот. Новофедоровка. Взрыв складов в Новофедоровке. И Россия как бы, ну... проглотила эту пилюлю. Поэтому, я думаю, дальше мы можем просто наращивать усилия, входить в Крым. И, ну... России просто нечем больше отвечать. То есть сейчас мы можем зафиксировать тот факт, что на разных уровнях, по разным дипломатическим каналам с Российской Федерацией, ну, те же Соединенные Штаты Америки ведут диалог о недопустимости применения вот этого ядерного оружия. Если такой диалог ведется на разных уровнях, то, скорее всего, есть определенные, ну, данные разведки, что где-то там, в глубоком бункере, ну, возможно, серьезно обсуждают вопрос относительно, что Путин может пойти на такой достаточно радикальный шаг. Я думаю, что не то, что обсуждают. Я думаю, что эта мысль у Путина не выходит из головы. Почему? Потому что он сейчас... Вот сейчас он приближается к ситуации позднего Гитлера, когда тот каждый день ждал оружие возмездия для того, чтобы повернуть ход войны вспять. Сегодня у Путина это единственный остался, как бы, рычаг или козырь в рукаве, который там может повлиять на ход военной кампании. Но его, понимая вот эту угрозу, поэтому Путина постоянно и предупреждает, чтобы он не вздумал воспользоваться именно этим рычагом. А судя по обстановке, чем дальше влез, тем, я так понимаю, что окружение Путина, оно становится более лояльным к Западу, оно готово к переговорам, и Запад очень четко понимает всю картину, происходящую в бункере. Потому что желающих слить информацию, я так понимаю, очередь стоит. И именно поэтому с Путиным через вот эту же службу внешней разведки ведутся разъяснительные беседы, что будет лично с Путиным в случае, если он будет угрожать применением ядерного оружия. Экологические дискуссии. Олег Владимирович, исключительно в политическую плоскость и, рассматривая информацию, анализируя ту, которая поступает сейчас в Болитвии, проходит саммит Большой Двадцатки, американский телеканал СНС сообщает о том, что Китай призывает к переговорам, но не осуждает ржение России, хотя большинство стран, участников Большой Двадцатки, готовы в итоговом коммунике осудить действия России. Вот фактор Китая, давайте мы обсудим с вами его. И также есть такая конспирологическая версия, если хотите, сценарий, когда при ответе по России Соединенным Штатам Америки нужно будет ударить и по Китаю, так как взаимное ослабление США и России, оно будет усиливать Поднебесную. И в Пекине это все прекрасно понимают. Насколько этот сценарий выглядит достаточно фантастическим, что Соединенные Штаты Америки нанесут какие-то удары по китайской территории? Я не думаю, что по китайской территории рассматривается нанесение удара. Тут, знаете, тут может сработать принцип надо бить чужих. Причем, чтобы другие боялись. Не свои, а другие боялись. И вот именно удары или вероятность ударов по Российской Федерации, она может охладить пыл Китая. Для Китая это будет холодным душем. Я прекрасно понимаю позицию Китая. Дело в том, что Китай боится... Во-первых, Российская Федерация поломала все планы Китая. И проигрыш Российской Федерации в Украине закрывает перед Китаем перспективу силового захвата Тайваня. Вот чего боится Китай. Поэтому Китай ведет такую осторожную политику, чтобы с одной стороны не разгневать Соединенные Штаты и мировое сообщество, чтобы открыто не поддерживать Российскую Федерацию. А с другой стороны, ну постараться как-то сохранить Россию на плаву. Почему? Потому что потом союзом с Россией можно будет играться в противовесы с Соединенными Штатами. Вот на мой взгляд, Китай ведет вот такую двойственную политику, пытаясь урегулировать ситуацию и с Соединенными Штатами. И при этом не дать полностью рухнуть Российской Федерации. Поэтому и Соединенные Штаты, если и будут наносить удар, а я думаю, что эта вероятность довольно высока, в плане того, что если действительно Россия, Российская Федерация начнет угрожать применением ядерного оружия, то вероятность нанесения удара со стороны США становится очень и очень даже актуальной. И вот здесь Соединенные Штаты просто могут устроить показательную порку в плане наказания России за угрозы применения ядерного оружия, что Китай не совсем устраивает. Поэтому Китай блокирует резолюцию с осуждением Российской Федерации, напавшей на Украину. Поэтому Китай голосует против репараций. Он проголосовал, кстати, в Организации Объединенных Наций по той резолюции ООН, о которой мы с вами говорили чуть ранее. Поэтому он старается вести какую-то независимую политику для того, чтобы увеличить свой вес в переговорном процессе с Соединенными Штатами. Ну, я думаю, что это может разрешиться, этот вопрос, в январе. Почему? Потому что беседа была очень продолжительная. Вместо двух запланированных часов она длилась три часа. Это очень хороший знак, отмечают дипломаты. Обычно, когда не о чем говорить, то беседа может заканчиваться либо ровно в назначенное время, либо даже раньше. А тут они на час дольше. Два лидера проговорили на час дольше. Плюс мы не забываем, что все-таки Джо Байден и Си Цзипинь были... Они давно знакомы. И у них, как это говорят, Есть химия в отношениях. Да. Есть химия в отношениях. Они хорошо друг друга знают. Кстати, когда-то Си Цзипинь проводил турне Джо Байдена по Китаю, и Си Цзипинь был его сопровождающим. И там они довольно близко познакомились. И вот результат переговорного процесса... Я думаю, что там они... Правильно, я соглашусь с нашими политологами некоторыми, которые считают, что там был обмен позициями. То есть, каждая сторона высказала свою позицию. Что-то они отметили как спорные процессы, что-то как общие, что-то как нерешаемые. И на сегодняшний день Китай ждет приезда головы госдепа Соединенных Штатов, которая должна состояться, и визит в январе месяце, где уже будет конкретный план построения отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Вот тогда мы, если этот план устроит США, тогда, точнее Китай, тогда мы с вами можем увидеть потепление. Или, наоборот, если план не устроит, то тогда охлаждение отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Но до этого момента пока что все, я бы сказал, выглядит более-менее в позитивном ключе. Потому что, еще раз повторюсь, беседа состоялась, довольно длительная состоялась. И самое главное, договорились о дальнейших встречах. Но уже на уровне рабочих групп. Потому что госдеп, мы понимаем, что это не первые лица. Это уже будет... Обычно, да. А обычно понижение уровня... Смотрите, лидеры договариваются о главном, о стратегии. А уже рабочий процесс осуществляет, кто их подчиненный. Вот это, раз визит назначен, значит, есть перспектива того, что как раз госдеп в США и будет решать основные рабочие вопросы по взаимоотношению Китая и Соединенных Штатов. Вот мы действительно очень с вами подробно разобрали вот эти взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Китая. И вообще фактор Китая, позицию относительно российско-украинской войны. Я хотел бы, чтобы мы немного с вами проиллюстрировали позицию Ирана. Вспомнили о том, что Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, он летал в Тегеран, встречался с иранскими властями. Инсайдеры сообщали о том, что он ездил договариваться о предоставлении России полистических ракет и других военных плюшек. На ваш взгляд, чем закончился этот визит Патрушева в Тегеран, с чем он приехал, потому что тут в определенной мере напрашивается вот параллель, что Нарышкин, общаясь с директором ЦРУ, также обсуждал вопрос, который был связан с визитом Патрушева в Иранах. Ну, думаю, что да. Почему? Потому что Соединенные Штаты все-таки стараются помешать тому, чтобы Иран стал членом ядерного клуба. Я думаю, что визит Патрушева был не совсем удачным. Почему? Потому что, ну, опять же, судя по информации, неофициальной информации, не удалось добиться тех объемов поставок. Скорее всего, Иран согласился, но оттянул сроки основных поставок на весну. То есть сейчас будут какие-то поставки, но, я так понимаю, в минимальном объеме. И сегодня ракеты, сейчас ракеты не дадут. Ракеты вроде как запланировали на весну дать. А до весны еще много воды утечет. России нужно вооружение сегодня и сейчас. Поэтому, я думаю, что визит можно считать неудачным. Вот. И тут все будет зависеть теперь от очень многих факторов. Готова ли Россия сегодня передавать технологии по созданию ядерного боезаряда Ирану, чтобы Иран взял серьезно к рассмотрению объемы, те объемы поставок, которые требует Российская Федерация. Но если в этот процесс вмешиваются уже Соединенные Штаты, я думаю, что об этом именно говорили, ну, если это упоминалось в разговоре главы СВР с главой ЦРУ, то этот процесс может затормозиться. Причем затормозиться именно со стороны Кремля. Я думаю, что глава ЦРУ наверняка в доходчивой форме объяснил российскому главному разведчику внешнему о том, какие последствия могут быть для Российской Федерации, если они передадут технологии создания ядерного боезаряда для Ирана. Ну, кстати, это даже говорит, смотрите, и Соединенные Штаты пока с Ираном не разговаривают. Они пока разговаривают с Российской Федерацией. А у Ирана сегодня еще есть такая проблема, как Саудовская Аравия. И тут вопрос... На Ирак, на Саудовскую Аравию, как раз мы с вами это обсуждали. Да, да. И тут еще вопрос, неизвестно, кому больше ракеты понадобятся, потому что через Персидский залив могут долететь только вот эти дроны типа Шахет и, опять же, эти оперативно-тактические ракеты на 300 и на 700 километров с дальностью пуска. Поэтому я думаю, именно по этой причине Иран тоже, вот как мне написали в одном из комментариев, что в Иране очень тысячелетняя история дипломатии. И Иран умеет очень красиво врать. Очень красиво. Обещая не давать. Обещая дать, не дать. Вот так вот можно выразиться. Поэтому это очень такое государство довольно со своей внутренней позицией, которую очень тяжело определить на первый взгляд. Алина Ильича, скажите, пожалуйста, вот уже возвращаясь к тому, что многих действительно беспокоит, насколько сейчас высока вероятность повторения массовых ракетных обстрелов украинской территории, то есть уничтожения гражданских объектов, нанесения ударов по критической энергетической инфраструктуре? Ну, к сожалению, вероятность высокая. Мы не можем это сбрасывать со счетов. Но, тем не менее, сегодня у нас с вами 15-е на календаре. И я смотрю на карту, нету воздушных тревог. Хотя такую вероятность, и в том числе и я высказывал, что проведение саммита может быть приурочено, точнее, к началу саммита может быть приурочена и массированная атака. Знаете, это может свидетельствовать о том, что либо в Российской Федерации есть уже альтернативные мнения, то есть кто-то уже, может быть, влияет на мнение Путина стрелять, не стрелять, а может быть и особо и нечем стрелять. Может быть, ракета осталась там на один-два массированных удара, а дальше все. Ну, а кто может влиять на мнение Путина? Пригожин с кувалдой? Ну, Пригожин с кувалдой, не только почему при Гожин с кувалдой, может влиять на мнение Путина и тот же Патрушев, может влиять на мнение Путина и тот же Кириенко. Понимаете, дело в том, что на сегодняшний день пропагандистская машина, я так смотрю, что в Российской Федерации пропагандистская машина вообще идет в разнос. И ее так заносит влево и вправо, что они иногда позволяют себе... Вот они фактически сейчас крошат рейтинг Путина. Они выбивают из-под него фундамент вот этой жесткой вертикали, непобедимой и легендарной страны, встающей с колен. Они уже рассказывают там про прогнившую коррумпированную систему, про коррупцию на всех уровнях, про то, что вождь, оказывается, ошибся с этой специальной военной операцией. Вообще, вопрос ставят перед ним, куда ты завел нас, Сусанин, как в историческом пьесе. Еще по-другому, которую проводил 10 лет подряд, потому что радовать нечем, а огорчать... Да, понимаете, поэтому сегодня, я уже думаю, что на мнение Путина уже, наверное, многие влияют. И мы сейчас, вполне возможно, наблюдаем второй этап. Первый этап, это когда вождь еще силен, и он руководит всем. Второй этап, это когда вокруг вождя уже начинается смута и брожение, и вождь начинает метаться между вот этими очагами влияния и пытаться поймать волну, чтобы восстановить былое величие. И третий этап, когда вождь станет мешать вот этим вот группам вокруг него, которые начнут понимать, что единственный выход из ситуации, это устранение вождя от власти. Так что там процесс очень активный. И, кстати, такие ребята, как Пригожин, надо отдать им должное, которые превращают Россию в неправовое государство, начиная от его речи в колонии, когда он там фактически попрал все законы, а сегодня вот это публичная казнь на уровне Аль-Каиды, или там на уровне ИГИЛа, когда на камеру человека казнят, и, подождите, а кто-то же должен за это ответить, да? Но почему-то Следственный комитет и Генеральная прокуратура России не возбуждают уголовное дело против Пригожина, а Пригожин высказывает поддержку этой казни. Тут другая вообще парадоксальная ситуация. Тут Пригожин обратился сам к Генеральному прокуратуру России, есть уже такая информация, чтобы та расследовала обстоятельства гибели Евгения Нужина. Ну, значит, сымитировали, значит, кто-то подправил Пригожина, хотя предыдущее его было высказывание о том, что он же практически одобрил своим предыдущим высказанием. А сейчас, видимо, кто-то его подкорректировал, что так резко нельзя поворачивать в бандитскую стезю, иначе страна может намного быстрее развалиться. Люди развеются тогда верховенство права и законов. Но справедливыми людьми. Вот примерно такой был текст самого Пригожина относительно вот этой ситуации с Нужином. Но вот Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, полагает, что Нужин мог быть засланным шпионом, и вся эта история, это разводка российских спецслужб. Вот несколько дней активно обсуждалась вот эта вся история, вот это видео, которое многие видели. Видео, вот что это все было? Ну, тут трудно сказать, постановка или нет. Почему? Потому что мы не знаем, это было действительно постановочное видео, или это видео было настоящее. Очень сложная ситуация с попаданием в плен этого человека и его возвратом. Тут надо с нашей стороны разобраться и ответить на вопрос, почему его выдали, и выдали его по его желанию или против его желания. Потому что там есть варианты, когда пленный может быть, и по его желанию может не выдаваться противоположной стороне, если он боится преследований или наказаний со стороны своего, бывшего своего государства. Это раз. Второе, ну, я сомневаюсь, что он вообще комбатант был. Если он заключенный, отбывавший наказание за убийство, и был завербован в частную военную компанию, тогда он наемник, он не комбатант. И на него не распространяется Женевская конвенция. Тогда вопрос, почему его выдали, а не осудили, как военного преступника. Тут очень много вопросов, пока что на которые нет ответов. Надеюсь, мы на них получим ответы. Вот. Поэтому очень сложно сказать. Может быть, российские спецслужбы вообще, конечно, мастера на вот такие постановочные трюки. Но, опять же, требуется экспертиза и работа нашей разведки для того, чтобы подтвердить или опровергнуть. То, мутняк. Вот все, что произошло. Да. Пока что тумана нагнали очень много. И все бродят в этом тумане, никто толком не понимает, что происходит. С точки зрения, допустим, дискредитации самого факта сдачи в плен, я скажу, что довольно удачная операция со стороны ИПСО, проведенная российскими спецслужбами, которая намекает на то, что сдавайтесь, не сдавайтесь. А если вы сдаетесь в плен, то мы вас достанем. У нас руки длинные. Вот в этом плане я считаю, что они, конечно же, бросили тень. Но нам надо четко и ясно сейчас подчеркнуть, что это единичный случай, который будет расследоваться. И, опять же, надо сформулировать то, что я и сказал. Надо сформулировать нашу позицию относительно, как он попал в плен, комбатант он, не комбатант, и почему он был передан обратно российской стороне, обменен, допустим, при каких обстоятельствах его выдали. Давайте еще раз вернемся к саммиту Большой Двадцатки. Министр иностранных дел России Лавров заявил о том, что работа над итоговой декларацией Большой Двадцатки практически завершена. Он добавил, что Запад пытался сделать итоговую декларацию политизированной, и протащить формулировки с осуждением России, конечно, не ожидаем. Что же будет написано в итоговом коммунике Большой Двадцатки? Агентство Блумберг сообщало ранее о том, что большинство стран готовы осудить Россию за ту войну, которую они развязали на украинской территории. Он выступил с обвинениями в адрес Украины, я имею в виду Сергей Лавров, сказал, что именно Украина затягивает разрешение конфликта. И также подчеркнул, что Генсек ООН клятвенно заверил, что выполнение зерновой сделки для него вопрос приоритетный. Хотя и Владимир Зеленский, обращаясь к представителям Большой Двадцатки, заявил о том, что для Украины также важна пролонгация зернового соглашения. Ну, смотрите, видите, опять же, Российской Федерации кто помог? Китай. Китай не согласился с трактовкой обвинения России, и поэтому я думаю, что декларация будет носить такой более нейтральный характер. Ничего там особенно резкого мы не увидим. Поэтому ее появление не произведет какого-то фурора в политическом мире и кардинально не повлияет на ситуацию. Я думаю, что главным будет то, что они выслужили нашу позицию, которая четко и понятно сформулирована на сегодняшний день. Причем наша позиция лежит жестко в рамках международного права, в рамках международной системы безопасности. И вот нравится то, что пул стран, которые понимают ситуацию и становятся на сторону правды, на нашу сторону, он растет. Вот в этом популяризации, я считаю, что в этом мы можем считать, что успех достигнутый. Ну и опять же, самой главной фишкой саммита, это, на мой взгляд, встреча лидеров США и Китая. И по поводу переговорного процесса, вот как ни крути, все равно обращаемся к этому вопросу, потому что обилие публикаций, обилие информации относительно разных вариантов, комбинаций, ситуаций, для которых Украина и Россия может вступить в диалог по вопросам войны и мира. Издание Politico, ссылаясь на источники администрации США, сообщает, что ВСТЭП тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Россией и Украиной, хотя единой точки зрения на этот счет в Вашингтоне пока нет. Относительно разговора заложенного Эмили, мы с вами говорили в начале нашего разговора, подробно обсудили, но есть информация о том, что вот это заявление Эмили относительно появления окна возможностей зимой, когда, по его мнению, может наступить какая-то оперативная пауза, вызвали крайне негативную реакцию украинских властей. При каких условиях и обстоятельствах вы видите перспективу проведения переговоров между Украиной и Россией и обсуждаться будут вопросы не обмена военнопленных, не зерновая сделка, а именно вопрос войны и мира? Ну, понимаете, мы это, мы не просто огласили, мы сформировали, эта позиция сегодня уже является общественным мнением в стране, то есть полный вывод российских войск в территории Украины, в границах, международно признанных границах, это границы 91-го года. Все остальные альтернативы на сегодняшний день в Украине просто не будут восприняты обществом. Поэтому вот четко и понятно было сформулировано, что Украина ни на какие другие условия не согласится на сегодняшний день. Тем более, я уже объяснил с военной точки зрения, у нас появляется шанс, сейчас он есть, в плане дожатия Российской Федерации, то есть нанесения военного разгрома Российской Федерации до той степени, когда мы можем силовым путем освободить всю территорию Украины. Вот мы, кстати, сейчас переходим в стадию сильной переговорной позиции. У России есть два варианта. Либо они идут на наши условия, то есть выводят все свои войска с нашей территории, либо мы продолжаем боевые действия. Вот это, я считаю, сильная переговорная позиция, которую надо сохранять и к которой надо стремиться. Но то, что общественное мнение сегодня полностью совпадает с переговорной позицией нашего политического руководства, я думаю, что это наш шанс на ее осуществление. Олег Владимирович, предположим, что Путин выводит все свои российские войска за пределы границ с 1991 года, и пусть сейчас там у меня полетят камни и гнилые помидоры. На следующий день Украина должна будет готовиться к новой масштабной войне с Россией? Все будет зависеть от позиции России. Но в любом случае на ближайшие 10 лет как минимум наш основным лозунгом или национальной идеей страны должно стать «Хочешь мира, готовься к войне». И сначала нам надо будет поднять наши силы обороны во всех отношениях, начиная от реформы, заканчивая перевооружением. Ведь, кстати, мы не закончили. У нас на 2022-2023 год были запланированы основные реформы в плане реорганизации вооруженных сил Украины. И даже закон о национальном сопротивлении вступил в действие когда 1 января текущего года. То есть мы практически ничего и не успели. Поэтому я считаю, что на ближайшие 10 лет, если война застопорится, наша задача – это «Хочешь мира, готовься к войне». И параллельно можно, да, принимать инвестиции, восстанавливать экономику, но за счет внешних инвестиций. А все внутренние средства и возможности направить на построение обороноспособности страны. Вы знаете, эта пословица «Хочешь мира, готовься к войне» по сути может стать какой-то национальной идеей. Так я вот об этом и говорю, что ее надо возводить в ранг национальной идеи. И пока противник не будет стоять и содрогаться, каждый раз бросая взгляд в сторону наших границ, от той мощи сил обороны, которые у нас будут, до тех пор мы не можем успокоиться и расслабиться. А после победы в этой войне Украина станет членом Северо-Атлантического альянса, как вы думаете? Ну, я не уверен, что мы можем стать членом Северо-Атлантического альянса. Все будет зависеть, опять же, от внутренней ситуации в Российской Федерации. Если Россия останется в тоталитарном режиме, то нет. Если Россия пойдет на демократический путь развития, то тогда, возможно, мы можем стать членами альянса. Почему? Потому что если Россия остается тоталитарным государством, то факт ее возрождения или накопления военных сил с целью возобновления войны остается очень высоким. И тогда Украина, как член НАТО, понимаете, тогда втягивает в войну все НАТО. И мы сразу же, в случае повторного нападения России, мы сразу получаем мировую войну. Поэтому я думаю, что мы в этом случае можем остаться в статусе партнера с расширенными возможностями. Олег Ильич, облизимся уже к завершению нашего с вами эфира. Седьмое заседание в формате «Рамштайн» состоится 16 ноября. Это получается послезавтра, да. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов сообщает, что оно будет не менее результативным, чем предыдущий. Чего следует отжидать от «Рамштайна» и как деоккупация Херсона может повлиять на те исключительно практические решения, которые могут принять и министрами обороны тех стран, которые входят в этот пул «Рамштайн». Ну, видите, к величайшему сожалению, наше руководство как бы лишило нас с вами возможности более детально разбираться в заседаниях «Рамштайн». Мы с вами видим только верхушку айсберга, даты проведения и политические заявления перед и после «Рамштайна». Ну, в любом случае, я думаю, что результатом очередного «Рамштайна» будет и на него сильно повлияет освобождение правобережной Украины. Это однозначно. И это может привести к увеличению объемов поставок вооружений от стран-партнеров, которые участвуют в этом заседании. Что, понимаете, надо сегодня, я думаю, что уже к этому заседанию должно наступить понимание у западных лидеров в том контексте, что объемы поставок вооружений – это прямая зависимость окончания войны. И если они хотят растянуть это во времени, то объемы могут остаться в тех же, которые есть сегодня. Если они хотят скорейшего завершения военных действий и установления мира или перемирия хотя бы, то тогда объемы поставок надо увеличивать до тех, как говорил наш главнокомандующий в той же своей статье. Ленович, продолжают появляться фотографии наших украинских солдат у Стеллы, на которой написано два слова «Нова Каховка». Это не может не радоваться. Ну, вполне возможно, еще раз говорю, силы специальных операций могут проводить свои специальные операции, в том числе и в «Новой Каховке». Но я скажу так, что если это соответствует действительности, и мы действительно берем под контроль «Новую Каховку», то завтра мы перекрываем воду в Крыму. Это еще один рычаг для Российской Федерации в плане выполнения условий начала переговорного процесса. То есть полный вывод российских войск в нашей территории, включая Крым. Ну, смотрите, Ленович, за 9 месяцев войны Украина нанесла, по сути, два таких крупных поражения России в этой войне. Это Харьковское направление и Херсонское направление. Каким будет третий? Ну, почему? Я бы и Киевское направление тоже бы сюда приплюсовал. Почему? Потому что мы все-таки нанесли довольно существенный разгром, особенно тем частям, которые воевали уже здесь непосредственно в районе Киева, в районе Барваров, в Макарове. Там наш контрудар в Макарове фактически спас Киев от массированного удара со стороны российских войск. Мы их просто опередили и подрезали им главный удар. Поэтому я бы сказал, что не два, а три, как минимум, мы уже нанесли таких поражений. Где будет следующее, очень сложно сказать. Я вам обрисовал три таких основных направления, на мой взгляд, Луганское, Донецкое, Запорожское. Что примет Генеральный штаб? А, еще сюда могу добавить четвертое. Это стык любых из них. Почему? Потому что, как правило, стык оперативных направлений, он бывает самым слабым. Вариантов, ну, я вижу очень много вариантов, которые можно было бы сегодня применить. Какой из них выберет Генеральный штаб? Ну, давайте посмотрим. На мой взгляд, все-таки направление на Волноваху, это был бы самый оптимальный вариант. Волноваха, Мариуполь для рассечения этой группировки на две части. Ну, что же, Олег Иванович, будем продолжать внимательно следить за развитием событий, а в наших эфирах анализировать ситуацию, которая происходит. Огромное вам спасибо за этот эфир. Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины запаса, был сегодня вместе с нами на Политека. Спасибо всем нашим зрителям, слушателям, подписчикам. Спасибо, что нас смотрите. Берегите себя, все будет Украина и до новых встреч. До свидания.